Золотая осень Петербург глазами иностранца и взгляд из Индии на северную столицу прямо сейчас в репортаже на Первом канале. Вечный огонь на улице – это очень необычно, я такого не видел. В Индии можно встретить подобное только в помещении, и это совсем иначе выглядит. Снимок с вечным огнем на Марсовом поле, скорее всего, попадет на будущую выставку с Рисайлама Пасупула. Впервые он оказался в России в прошлом году, приехал посмотреть чемпионат мира по футболу, был очарован Петербургом и решил вернуться уже не как турист, а как профессиональный фотограф. Его фотопроект называется «Город, люди, птицы». На индийских улицах все двери в домах открыты, в России закрыты. Это не очень живописно, поэтому людей на улицах сложно снимать, и я предпочел фотографировать в парках, на набережных или в музеях. Там проще встретить тех, кто никуда не спешит, и сделать хороший кадр. Срисайлам или просто Шри, как он сам себя называет, большой мастер художественного портрета. У него 25 международных наград, в том числе гран-при конкурса «Лонли Плэнет», где фотограф получил 10 тысяч долларов за удачный кадр. Эту фотографию я сделал в Раджастане. Пять девушек шли мимо стены с граффити, и я поймал момент, когда реальные фигуры и изображения слились вместе в настоящую картину. Фотограф много путешествует по своей стране, снимает разные уголки Индии. Портреты, моды и художественные работы, больше похожие на живопись. Здесь столько краплений вот этих цветов, это просто потрясающе. Вот мох с синий-зеленым, причем это естественный цвет, это не обработка. Для куратора проекта Любови Злобиной это уже второй иностранец в России. Год назад она открывала выставку вместе с испанским фотографом аргентинского происхождения Диего Бланко. У него был свой особый взгляд на наш город. Так как он занимается подводной съемкой и вообще очень любит воду, он снимал наш город в отражении Невы, в отражении наших каналов. Он находил очень интересные ракурсы. И опять же, его фотографии были как прессионистическая живопись. Это потрясающе, когда мы показываем наш любимый город, и когда петербуржцы приходят и смотрят на эти кадры, они не понимают, как это снято. Для этого проекты существуют, чтобы наш город видели во всем мире, и наши петербуржцы видели его совсем по-другому. Предыдущая выставка называлась «Город, воспетый поэтами». Скоро ее покажут на родине автора Буэнос-Айресе. Для аргентинца это был повод познакомиться со стихами Пушкина и Блока. Для индуса – открыть для себя русскую живопись. Наш герой попал на выставку Ильи Репина в Русском музее и оказался в полном восторге от творчества классика. «Я слышал о Репине, когда изучал историю искусств в университете, но когда я увидел его работы вживую, я был поражен. Он так мастерски рисует людей, передает язык человеческого тела, эмоции. Все здесь, и цвет, и композиция удивительно, потрясающе. Это вдохновляет меня и на мои снимки». И хоть он не знает, зачем запорожцы пишут письмо турецкому султану, его новые работы наполнились красками в духе репинских полотен. «Он не мог после этой выставки спать и думал только о Репине. Поэтому мы поехали в Пинаты. Он увидел, где жил Репин, он увидел могилу Репина. Он увидел ту красоту, которая его окружала. И сделал очень хорошие кадры, и Репин стал его лучшим, самым любимым художником». На выставку в капелле, которая откроется в конце ноября, попадут 25 работ. Автор обещает, что это будет не просто художественная фотография, а фотографическая живопись. Ведь осень в Петербурге способна впечатлить даже индуса своими яркими красками. «Конечно, в Индии есть осень, но она не такая яркая и разноцветная, как здесь, особенно, когда светит солнце. Я гуляю и фотографирую с утра и до вечера, от рассвета и до заката. Конечно, здесь холодно, и мне пришлось купить здесь теплую куртку. Зато очень красиво». Фотограф говорит, что обычные индусы ничего не знают о России, кроме того, что это огромная страна. И шутит, что его друзья почитали интернет и теперь знают немножко больше. Здесь есть водка и шоколад Аленка. И он решил, что выставку нужно обязательно привезти в Индию, чтобы показать там, как прекрасна русская осень. А здесь напомнить, как важно смотреть на мир свежим взглядом, как это могут делать иностранцы или туристы. Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.